Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем распаковывать вот эту вот замечательную посылочку, которую я получил из Соединенных Штатов Америки. В данной посылочке находятся пять телефонов марки Apple. Эти телефоны были рекламированы на сайте eBay, с которого я их и приобрел. Телефоны были прорекламированы как не рабочие или рабочие, но на запчасти. Два из них должны были быть свободны от iCloud и три из них заблочены по iCloud. И вот сейчас я хочу вместе с вами эту посылочку распаковать, а заодно и выяснить, какой телефон из них заблокирован, а какой разблокирован, и что вообще я могу из этих телефонов выжать. Поэтому давайте мы с вами эту посылочку раскроем и посмотрим, что внутри. Так, внутри у нас действительно пять телефонов. Первый это, судя по всему, 5s, второй это либо 6, либо 6s, третий тоже самое, либо 6, либо 6s. Далее у нас следует еще один телефон и, судя по всему, это тоже шестерочка или 6s, только в розовом цвете и последний тоже либо 6, либо 6s. Как вы видите, телефоны несколько повреждены. Вот у 5s, например, поврежден экран и корпус в правом нижнем углу тоже отколот. То есть ни экран, ни корпус здесь уже восстановление не подлежат, пока мы его уберем. Возьмем следующий телефон, это iPhone 6. У него состояние корпуса вполне приличное, небольшие царапинки, но это не критично. Но экран у него, правда, в правом верхнем углу разбит, но его, в принципе, можно заменить. Здесь ничего страшного. Далее телефон в отличном состоянии, ни единой царапинки на нем нет, как вы сами можете видеть. В нем ничего не болтается и, судя по всему, он весьма неплох. Удивительно, на панели LCD тоже абсолютно не поцарапано, как будто с магазина. Это iPhone 6 в цвете розовое золото и у него, как вы видите, разбитый передний экран, но во всем остальном, судя по всему, он вполне в хорошем состоянии. Ну и последний у нас это iPhone 6s. У него корпус в весьма хорошем состоянии, но, как вы видите, экран в правом нижнем углу очень сильно поврежден. Давайте попробуем включить 5s и посмотрим, что, собственно, мы можем из него вылить. Залочен ли он PyCloud или нет. И вот пока он грузится, мы можем обратить внимание на то, как серьезно у него повреждена передняя панель. Честно говоря, не совсем понимаю, как можно дарить телефон. Вот так. Давайте я выберу язык. Язык у нас будет английский. И посмотрим, что мы можем сделать с этим телефоном. Я хочу проверить, залучен ли он PyCloud. Так, судя по всему, давайте попробуем его настроить в ручном режиме. Вот я пробую подключиться к своей сети. Но что-то к сети он моей подключаться не хочет. Вполне возможно, нужно заменить какие-то настройки. Давайте я попробую заменить настройки и посмотрим, что мы сможем сделать. Мне главное сейчас подключиться и узнать, смогу ли я его разблокировать или он уже заблокирован PyCloud и ничего с ним не сделаешь. Давайте я введу свой пароль. Так, пароль я ввел и опа, мы подключились. Сейчас идет активация. Давайте посмотрим. Увы, но этот телефон заблокирован по iCloud и по крайней мере на данный момент я ничего с ним сделать не смогу, поэтому мы его уберем. Следующий аппарат у нас это iPhone 6 и как вы можете сами видеть, как сильно у него поврежден экран. Вот. Помимо трещин у него еще жуткие черные точки. Подождем, пока он загрузится и посмотрим. Так, я вижу, что этот телефон, судя по всему, пытались ввести пароль, код-пароль и ввели несколько раз неправильно. Телефон заблокирован и я осмелюсь предположить, что этот телефон также заблокирован и по iCloud. Поэтому мы его пока тоже отложим и и возьмем следующий аппарат. Это, судя по всему, iPhone 6s, но вы видите, как сильно у него поврежден экран в правом нижнем углу и кнопка Home у него полностью оторвана. То есть даже если я и смогу, как вы видите, нет болтов снизу. Даже если я и смогу восстановить этот телефон, функции Touch ID у него уже не будет. Но прежде чем принимать решение о восстановлении, нам нужно проверить, есть ли у него блокировка по iCloud. Ну, выполняем ту же самую стандартную процедуру. И что мы в итоге видим? Попробуем подключиться к моей сети. Опять же, я ввожу пароль. И что мы видим? И мы видим, что этот телефон, увы, тоже заблокирован по iCloud. Да, печально. Ну что ж, ладно, пока мы его отложим и посмотрим, что в дальнейшем мы сможем с ним сделать. Сейчас, пока я с ним сделать ничего не могу, поэтому я его выключу и уберу. Следующий аппарат, который я сегодня хочу проверить, будет, судя по всему, iPhone 6. Да, при первичном осмотре мне показалось, что внутри него что-то болтается. Я хотел попроверить, что это, поэтому я использую нашу замечательную присосочку для того, чтобы его открыть. И что мы видим? Да, батарея. Мы видим, что несколько болтиков отсутствует и батарея не закреплена, она просто болтается внутри корпуса, совершенно свободно. При том, что контакты батареи с помощью скобы прикручены. Нет никаких полосок клеющих, нет абсолютно ничего. Но в целом, я еще раз повторюсь, телефон, в общем-то, корпус в нормальном состоянии. Теперь давайте посмотрим. Продавец сказал, что два телефона не заблокированы по iCloud. Вот. И, судя по всему, этот телефон один из них. Как мы с видим, он загрузился и просит ввести код-пароль. Да, и мы, кстати, обратите внимание, телефон уже... На телефоне уже выставлен русский язык. Судя по всему, да, это забота о продавце. Забота, то есть продавца о покупателя. И что мы видим? Мы видим, что телефон по iCloud разлучен. Все, все правильно. Это iPhone 12. Ой, это iPhone... Простите, это iPhone 6. И он работает на операционной системе 12... iOS 12... 12, 6, 4. То есть это самая новая операционная система для него возможная. То есть, грубо говоря, телефон перед тем, как отправиться сюда, был обновлен. Теперь давайте посмотрим еще на один телефон. Это в отличном состоянии iPhone 6s. И, в принципе, учитывая его состояние, он включился. И все у него даже неплохо. Да, он тоже уже выставлен на русский язык. Я так понимаю, это телефон, который тоже разблокирован по iCloud. Один из двух. Но, вы сами видите, у него есть проблема. У него не активируется Touch ID. И, в данном случае, конечно, следует проверить, что с ним. Ну, а так, в остальном, судя по всему, с этим телефоном все хорошо. Он работает на iOS 13 4.1. И это на 32 гигабайта аппарат. То есть, все с ним хорошо. Это однозначно телефон, которым следует заняться. И, вполне возможно, я восстановлю его до полностью рабочего состояния. Я думаю, что здесь, по большому счету, нужно только поменять батарею и почистить контакты. И все заработает. Ну и, наконец, еще один телефон, который мы уже с вами смотрели. Это шестерка. Мне также показалось, что у него внутри что-то болталось. Я, кстати, забегая вперед скажу, что я пробовал его деактивировать, разблокировать с помощью перепрошивки на iTunes. Но, когда я перепрошил его, он затребовал у меня код, пароль на iCloud, которого я, естественно, не знаю. Собственно, этот телефон тоже заблокирован. И сейчас я опять же хочу проверить, что же в нем болтается. И я подозреваю, что болтается у него то же самое, что и в предыдущей шестерке. Судя по всему, это батарея. Сейчас я с помощью наших инструментов открою переднюю панель и глянем, что там у него внутри. И да, то есть, то же самое батарейка у него болтается. Вот. И здесь уже... Да, здесь уже тоже ничего нет. Никаких клеющих полосок. Абсолютно ничего. То есть, здесь нужно будет батарейку зафиксировать. Вот. Ну, не знаю, что делать с этим телефоном. В принципе, он в хорошем состоянии, но он заблокирован по iCloud. Но он может послужить донором для будущих реставраций, которые я буду делать. Вот. Поэтому данный телефон мы пока отключим и, соответственно, отложим. Потому что на данный момент, так как этот телефон заблокирован по iCloud, ничего я с ним сделать не смогу. Но если найдется какой-нибудь донор, то мне возможно, что я использую его для дальнейших реставраций. Вот. Поэтому пока мы его включим. Вот. И выложим все остальные телефоны, которые мы сегодня просмотрели. То есть, мы приобрели меньше, чем за 100 долларов. Два iPhone 6, два iPhone 6s и один iPhone 5s. Два из них разблокированы по iCloud, три не разблокированы. Но, может быть, если найдется донор, можно будет восстановить их. Ну, а на сегодня на этом все. Ждите видео про реставрации. Я думаю, что я начну с реставрации iPhone 6, так как у него по нему меньше всего работы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok